Пасха Пасху 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 надо просто смирить себе. А как себе смирить? Значит, если ты видишь, что делал даже хорошо, делал просто смириться, что делал плохо. Вот просто смиряй себе, себе самому. А когда тебе другое сделать замечание, чтобы ты воспринял это замечание, а не то, чтобы стал в этом сопротивляться. Да нет, это не так, это как я сказал. Как я сказал, знаете, так не может быть. Потому что, может быть, ты сказал правильно, но если правильно, то тогда так и остается правда. А если неправильно, то если ты настаешься, то есть гордость уже. Да, в общем, всегда нужно работать над собой. Всегда нужно работать. Вот как расцветаются пустынники, которые жили в пещерах, они всегда работали над собой. Потому что гордость, самое то, что есть, ведет нас не туда, куда следует. И вот поэтому очень многие люди погибают от гордости. Спасибо большое, Владыка. Я напоминаю, номер телефона 8 800 770 12. Телефон этот бесплатный. Если вы желаете задать свой вопрос Владыке Владимиру, то набирайте смело и задавайте свой вопрос. Ну, хотелось бы вернуться к Пасхе. Да, Пасху в этом году верующие отметили в ночь с 15 на 16 апреля. Ночь выдалась прохладной, но в омских храмах, в соборах было тепло, потому что было много людей. Видимо, люди соскучились уже за время пандемии именно по соборной молитве. Вот о том, как прошло пасхальное богослужение в Успенском кафедральном соборе, смотрите в нашем сюжете. Над ночным городом колокольная симфония о мечи встречает светлое Христово Воскресенье. Богослужение в кафедральном Успенском соборе возглавляет митрополит Омский Таврический Владимир. За полуношницей следует крестный ход, затем пасхальное утреннее, после которой владыка по традиции похристосовался со священнослужителями, гостями и прихожанами. Начал с главы региона. Виталий Хаценко пришел в Успенский собор с женой и сыном. По окончании богослужения митрополит Владимир поздравил верующих с Пасхой. А вечером того же дня на Омск снизошла настоящая благодать. Священники встречали в аэропорту благодатный огонь из Иерусалима. Доставкой занимается фонд Андрея Первозванного, попечительский совет которого входит митрополитомский и таврический. Поэтому наш регион получает огонь одним из первых в стране. Сошествие благодатного дня – это одно из самых ярких чудес современности, которое, несмотря на всю свою, можно сказать, регулярность, поистине остается сильным укреплением для верующих. Частичку Иерусалимской святыни привезли в Успенский собор. В передаче огня храму принял участие и глава региона Виталий Хаценко. Хочется пожелать такой замечательный большой праздник всем прихожанам, всем нашим амичам, родным, близким, те, кто сейчас не с нами, на фронте находятся. Здравия, Божьей благодати, умиротворения. Ну и, конечно, Христос воскресе. С праздником! После пасхальной вечерни от Иерусалимской святыни зажгли свои лампадки сотни верующих, пожелавших осветить свои дома светом Христовым. Благодать от Господа нам, радость. Каждую секунду мы рады вот с внучкой пришли и понесем эту благодать домой. В соборе благодатный огонь будет гореть целый год в лампаде ураки с мощами святого Сильвестра. Владыка, ну мы посмотрели сейчас сюжет о том, как прошла пасхальная служба в Успенском, главном нашем соборе региона. Видели мы, что вы христосовались со временно исполняющими обязанности губернатора Омской области Виталия Павловича Мхоценко. Вот удалось с ним потом, может быть, после службы пообщаться? И какое впечатление произвел? Нет, ну после службы он был на разговоре. И потом я с ним общался до службы, а не сколько дней. Я с ним общался несколько дней, так что у нас встречи были с ним. Ну, может быть, какие-то по сотрудничеству планы есть в Омской епархии правительства региона? Ну, первое, что есть, я хочу ему помочь, чтобы он стал губернатором. Он очень талантливый, очень умный, очень такой добрые отношения. Я видел, как он относится к людям. Он всем хочет помочь. Всем не получится, конечно, но он очень такой интересный человек. Молодой энергичный такой, 37 лет, Господи. Он хочет очень много делать. Поэтому такому человеку надо дать возможность, чтобы он делал, и помочь ему. Потому что я думаю, что он очень... Так что надо поблагодарить Владимира Владимировича Путина, что он прислал нам такого кандидата, который действительно очень талантливый. Вы знаете, у него такой ясный, чистый ум. То есть рассуждения его ясные. То есть он никогда не уходит в строну, чтобы не... То, что как он думает, он так и говорит. А я думаю, сколько раз я ей задавал, какие опции мне задавал, он на все отвечал правильно. Так что я очень рад за него, что такой человек у нас пришел. Спасибо большое, Владыка. Есть у нас телефонный звоночек. Еще один человек дожидается вашего внимания. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, это Нина. Христос Воскресе, Владыка. Истинно Воскресе. Хочу задать вопрос. Правда ли, говорят люди, что кто умирает в пасхальную неделю, что врата рая сразу открыты, и человек попадает в рай? Вы знаете, это может быть и правда быть, потому что на самом деле человек попадает в рай всегда, если он вел справедливую жизнь на земле. Ну а тут, знаете, Господь знает как о том, потому что бывает, что умирает великий грешник, что он попадет в рай. Я не знаю даже, не могу вам сказать. Ну а если человек, который мало грехов, то он, конечно, Господь его прощает. Потому что это прощенное, не то, что прощенное воскресенье, это неделя, когда воскрес Христос для того, чтобы нас спасти все. Потому что эта цель была, потому что он пришел, и никто не знал, кто он такой. И он был и в пустыне, он постился 40 дней перед началом своих страданий. Он все сделал для того, чтобы нас спасти. И поэтому, я думаю, по вере вашей будет вам так. Будем надеяться, что спасаются те, кто умирает. Ну ведь умирают всякие люди, умирают и великие грешники. Я не знаю, как это будет. Сказать, что они тоже пойдут в рай, я не могу, потому что... И я просто не знаю этот вопрос. Что, как Господь их прощает, может ли прощать Господь сразу? Это зависит от Бога, не от меня зависит. Чтобы сказать, что да, мне пойдут все в рай. Поэтому, да, будем надеяться, что большинство пойдет в рай. Спасибо большое, Владыка. У нас еще вторая линия. Телезритель тоже дозвонился. Алло, здравствуйте. Представляйтесь, и ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Влада. И у меня такой вопрос. Скоро будет Радоница. А почему у дня, в котором мы упоминаем наших умерших близких, такое название? И как правильно провести этот день? Вы знаете, радуются почему. Потому что мы радуемся, что мы встречаем наши братья, особенно радуются наши братья, которые ушли в другую жизнь. Потому что они... Мы их не видим, а они нас видят, они на нас смотрят. Как мы смотрим на них, так как мы смотрим друг на друга, а здесь живых. Они так смотрят на нас. Поэтому радуются, потому что они радуются. Потому что они особая радость в этот день. А то, что мы не встречаемся до Радоницы с ними, Пасхи, говорят, что нельзя посещать кладбище. Кладбище можно посещать, пожалуйста. Ну, почему, говорит так, церковь не благословляет? Чтобы не пришли какие-то унылые представления, чтобы человек не переживал за что-то. Поэтому, чтобы не думал о смерти, не думал о чем. О своей смерти он может подумать. А о смерти других, близких, чтобы не жалел. Потому что, бывает иногда, как вот была одна семья, все плакали. Умерла жена, муж плакал, дети плакали, все плакали. Потом жена появилась младшему сыну ночью и говорит, слушай, ты почему плачешь? Он не спал. Так вот, мама, я же твоя мама, ты видишь меня, вот от твоих слез все платье мое мокрое. Поэтому нужно особенно, вы знаете, подумать, чтобы не были каких-то вот таких посторонних искушений, чтобы мы рады, потому что нет больше рады, чем радость и спасение каждого из нас. И Господь пришел спасти каждого, не то, что отдельного. Какие мои великие грешники, которые есть и все. Господь всех спасает. Поэтому, знаете, поэтому нельзя доходить. А что касается радости, поэтому есть радовница, потому что мы в этот день радуются, особенно наши братья, которые ушли в этой жизни, что мы торжествуем и они общаются с нами, но не вживую, как мы хотим, уже, чтобы мы друг друга. Потому что так установлено, то, что есть, то они в нас видят, в нас слушают, в нас, в них радуются за нас. Но мы за них молимся и они за нас молятся. Владыка, вот еще такое уточнение по родительскому дню. Вопрос от Ульяны Устиновой. Обязательно ли ехать на кладбище в родительский день? Ну, просто да, нет. Если есть вопрос, то можно ли ехать, если есть какие-то трудности, можно ли ехать, молиться, потому что можно молиться и в храме. Пришел, молиться в храме не нужно. Не можешь прийти в храме, молиться дома. В этот день нужно молиться обязательно, потому что молитва очень много помогает нашим братьям, которые ушли из этой жизни. Да нам самим помогает. Я вот часто говорил, по-моему, даже в прошлый раз говорил, что я встретил одного защитника нашей Родины, который в Донбассе, он там это, он мне рассказывает, что вот, Владыка, я вот читал Иисус свою молитву, Господи, Иисус, Иисус, Иисус Божий, помилуй меня грешного. И все равно упала бомба рядом за метр, за полтора, может за два. А я продолжаю читать, что смотришь, потрудно, это у меня страх такой. Но еще смотрю, читаю, и стал потихонечку отходить. Отошел к килограмм, где-то метров сорок, может, пятьдесят. Бомба взорвалась только тогда, когда она мне уже ничего не делала, потому что она была далеко от меня. Вот это молитва, что помогло. Я даже, когда учился в семинарии, вот во время Второй мировой войны, один преподаватель, который меня учил в семинарии, уже был, он его, он взяли, призвали его на войну. Я тогда был маленький, еще, конечно, когда я поступил в семинарии в пятьдесят восьмом году уже, и он рассказывал, что он был некрещеный, а бабушка очень до него переживала. Родители были неверующие. Он, сын ночью, говорит, внучка, давай-ка тебе крестик одену. Зачем, говорит, мне, давай-ка тебе в карман положи, положил крестик вот здесь в карман ему. Крестик так лежал незаметно. Он эту одежду носил, все время, кажется, рубашкой, что у него было. И вот, когда он на фронт был, пуля упала прямо здесь, вот в крестике. Он отошла. Он попала в крестик. В крестик, да. И он тогда понял, что означало слова бабушки. И вернулся, и крестился. И потом, он стал офицером, потому что был очень таким старательным, грамотным. Но он не имел воинского образования. И Сталин его отправил в докумный семинар, для него, чтобы он там преподавал свои знания. И вот он приехал, преподавал. Знаете, было очень интересно. Мы все его так любили. Он рассказывал, как нужно молиться, потому что молитва очень много помогает. А молитва на самом деле помогает очень много. Спасибо, Владыка. Есть у нас еще телефонный звоночек. Давайте послушаем телезрителя. Алло, здравствуйте. Давайте знакомиться. Здравствуйте. Владыка Владимировна. У меня вопрос, можно ли убирать могилки на светлой седнице? Если у вас есть время, то, конечно, пойдите. После шума, только не во время службы. Если вы человек верующий, то во время службы прийти на службу в храме, помолиться. А потом пойти и убирать. Это ничего страшного. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Напоминаю, телефон нашего прямого эфира 8 800 7 770 12. Можете набирать. Телефон бесплатный и задавать свой вопрос Владыке Владимиру. Следующий вопрос. Христос Воскресен, пишет нам телезритель без подписи. Подскажите, пожалуйста, какие читать молитвы утром и вечером на пасхальной седмице? Вот есть специальный мой, есть канон пасхальный, который читается, вот песни, которые появятся в храме. Вот их и читают, допустим. Не читаешь даже, когда готовишься к причастию. Даже священник не читает эту правилу, которую читает обычно. А читает ему это с каноном, который есть, песнопение, не все. Можно читать с рапорями, читать. И можно петь, пожалуйста. Ну, а если был в храме, то послушал, а можно не читать. Потому что, казалось, это седмица. Все это седмица. А остальное уже читается, уже по-другому переходит. Читаешь им молитву и пресечения, все как полагается. Спасибо. Следующий вопрос. Почему Пасха длится 40 дней? Ну, потому что на 40-й день Господь вознесся на небо, и поэтому Он вознесся, Он отошел от нас уже. Не то, что отошел, Он всегда с нами. Потому что Бог вездесущий. А что такое Бог? Это не то, что Иисус Христос. Только Бог строится, это Бог Отец, Бог Дух Святый. Поэтому лицо-то одно Бог, когда это касается. Но как-то его действия в миру, спасать людей, помогать людей. Вот это все составлено вместе. Вот Христос всегда с нами по-другому, все нормально. То есть все 40 дней мы, по идее, должны приветствовать друг другу Христос? Словами Христос воскресе, воистину воскресе. Воистину воскресе. Вот хотелось бы еще... Да, 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 не пазик, а в день Вознесения уже там другие слова. Христос вознесся. Вознесся, да. Воистину вознесся. И все. А вы знаете, а преподобный Серафим, он всю жизнь, когда к нему не приходил, сердце радует Христос воскресе. Некоторые тогда люди такие, даже священнослужители его осуждали, что так нельзя. А я помню, что летом, после Пасхи, когда встречали преподобный Серафима, встречали, я, правда, я встречал здесь, в Москве. Мы ехали туда, в стройке Сергея Лавра. А я по дороге стал петь Христос воскресе. Когда мне напали там некоторые архиереи. А я не продолжил посылать. Потом стали другие петь. Потом запел весь кортеж, который были, все пели. Вот, молили. И никто ничего, все нормально. Это, по-моему, когда вот второе обретение мощей было. Да, 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 когда второе обретение мощей было. Да, было очень интересно, очень красиво. Интересная история. Да, интересно, да. Я помню это сам, потому что это было самое, я начал в одном доме себя. Вот другие, потому что мы начали другие, я думаю, не знаю, что, может быть, кто-то слышал. Спасибо, Владыка. Хотелось бы еще об одном событии рассказать нашим телезрителям. Впервые в Омске провели пасхальную литургию с сурдопереводом. Богослужение в ночь с 15 на 16 апреля состоялось в соборе в воздвижении Креста Господня, что на улице Тарской. Такой формат по просьбе Омского отделения Всероссийского общества глухих организовала Серафима Вырицкая обитель Милосердия. Более подробно в нашем репортаже. Перед беседой с прихожанами настоятель Крестовоздвиженского храма разминает руки. Общаться предстоит на жестах, чтобы не допустить ошибок во время праздничной службы. Как раз к Пасхе отец Олег прошел обучение в специальных курсах в Калуге. Священник признается, первое время пальцы сильно болели. Жестикулировать приходилось по 12 часов в день. Трудности сурдоперевода в богослужении добавляют церковные термины. Одним знаком можно объяснить целое понятие. Не просто светский переводчик, а именно церковный должен быть переводчик, потому что особые термины богослужебный язык. Но и священник должен владеть. Тогда вот это можно полноценно организовать. Человек с нарушениями слуха иногда понимает только буквальное значение, но не общий смысл богослужебного текста. Чтобы верующие смогли осознать всю красоту и величие пасхальной литургии, в Омск пригласили профессионального сурдопереводчика из Йошкарлы. Мария Долгова звезда для слабослышащих. Она ведет свой канал в интернете, где переводят песни и молитвы. На Пасху она заняла место на солье Крестовоздвиженского собора, чтобы все могли ее хорошо видеть. Христос воскресе! Моисти воскресе! Христос воскресе! Моисти воскресе! Многие читают по губам, поэтому сурдопереводчики обязательно произносят то, что показывают руками. Чтобы не мешать слышать глазами, к одежде применим особый дресс-код. Допустим только однотонный темный наряд. Есть требования и для освящения собора. Сейчас в Омской области насчитывается порядка трех тысяч слабослышащих людей. Шестьсот из них состоят в Омском отделении Всероссийского общества глухих. По желанию глухих и слабослышащих организовать эту воскресную школу для глухих и слабослышащих с сурдопереводом. Поэтому я обратилась в церковь, попросили, и они поддержали наши идеи. Занятия в школе будут проводиться каждое воскресенье в час дня, в том числе и летом. В нашем городе сурдопереводчиков можно по пальцам пересчитать. Ну вот уже получается с этого понедельника, первый понедельник после Пасхи, как сказал отец Олег Цветков, занятия начнутся, поэтому кому интересно, приходите в собор крестовоздвиженский. В окресенье будет в другом соборе. В воскресенье Христово будет проходить. Кстати, мы пока снимали этот сюжет, меня научили тоже говорить Христос воскресе с помощью сурдоперевода. Оказывается, вот так вот нужно Христос воскресе делать. Вот я два слова выучила. Ну, на самом деле, увлекательно, но очень сложно. Мне кажется, это прям такой труд даже для священника изучить этот жестовый язык для того, чтобы паства понимала даже вот эти люди слабослушающие. Да, это очень хорошо, конечно, конечно, хорошо. Владыка, а какие еще социальные проекты сейчас ведет Омская епархия? Кому еще помогаете? Потому что там много инициатив. Мы помогаем всем. Нет таких, нет отделов, которые не были. У нас больше, чем у других епархий отделов. Мы идем как-то на первом месте. Поэтому даже вот у нас нет всего особого болезни. Учили, как полагается. Учили, вот в Калугу ездили сейчас эти цели, я туда его отправил. А так мы продаем. У нас много всяких отделов, вот и отца, Олегов, других. У нас около 20 отделов всяких, только есть, которые занимаются всякими делами такими. Спасибо, Владыка. У нас есть телефонный звоночек. Давайте послушаем. Еще телезрители, да? Алло, здравствуйте. Как вас зовут и ваш вопрос? Здравствуйте. Меня зовут Дарья. Меня интересует следующий вопрос. В Омск провезли благодатный огонь, но мы не успели с семьей на раздачу. Говорят, что в Успенском соборе у мощей свидетеля Сильвестра Омского всегда теплится благодатный огонь. Скажите, можно ли прийти и зажечь от него свою лампадку? Вы знаете, во-первых, пока огонь горит в лампадах, которые привезли его. Вот всю эту неделю, даже, может быть, месяц будет гореть. А что касается у нас круглый год, действительно, что касается лампады у свидетеля Сильвестра, всегда горят, потому что мы их защищаем круглосуточные, за ними следят. Ну, ночью не следят за ними, но они горят, потому что они зажигены так, как что есть. Так что у нас круглогодично благодатный огонь есть, так что приходите в любое время, пожалуйста, нет проблем. Спасибо. Владыка, вот мы недавно говорили о том, что Пасха длится 40 дней, и такой вопрос задают телезрители. Можно ли красить яйца на пасхальной неделе и печь дополнительно куличи, если уже все закончились? Или уже нельзя? Можно, почему? Я сам покрасил яйчик. Я только вчера покрасил. Так что ничего. То есть можно все 40 дней красить, угощать? Да, пожалуйста, можно и другие дни красить, если желание красить. Нет проблем. Следующий вопрос. Свекрови сказали, что нужно оставлять пасхальные яйца на каждого члена семьи для блага и здоровья на год для следующей Пасхи. Так ли это? Вы знаете, я когда был еще маленький, мне моя мама говорит уже там, что нужно оставлять. Сказать по правде, я где-то у меня было, не помню сколько, лет 10-12 было. Я оставил одно яйчко на следующий день. Себе свое яйчко оставил. На следующий день она была легкая, но я ее разбил. Вот знаете, она не пахла, ничего, никакого запаха не было. Не испортилась, да? Не испортилась. Я взял ее даже покушал. Так что ничего, через год съел яйчко. Ну а что это дают? Я не знаю там для чего. Это у нас же какой-то, может быть, ну не суеверие там, что-то такое. Народная больше такая традиция, чем церковная. церковная. Потому что есть, но я в это ничего не вижу особенного. Но я больше никогда не оставлялся себе, если на следующий год. Я не вижу никакого смысла. Но кто хочет, пожалуйста, нет проблем. Спасибо, Владыка. Хотелось бы с вами вот еще какую инициативу обсудить. В Госдуму недавно внесли на рассмотрение законопроект о том, чтобы сделать выходным понедельник после Пасхи. Вот есть сторонники этой инициативы, есть противники. Вот ваше мнение. Надо делать понедельник выходным? Знаете, я бы сделал понедельник и вторник. А, подольше еще. Три дня. Это полагается так фактически. Мы в церковь держим неделю, а так в Госдуму я бы сделал три дня. Ну, а где люди в это время? На своей даче сидят. Поэтому есть противники, потому что они в храме не бывают. Они не знают, что такое служба. Вот я помню, что один профессор с одного университета в советское время, я говорю, слушай, да что у вас все время, как не приходишь в храм, поют Христос в воскресе. Я говорю, как только Христос в воскресе? Я говорю, подробно не поют, говорит, все время Христос в воскресе. Это бываешь только на Пасху. Ну, я бываю вот там, когда Пасха, надо бы народ помочь у вас есть. Поэтому, знаете, дело в том, что если это делать, то надо посещить храм, помолиться, потому что, можно даже молиться не в храме, можно себе дома молиться, вот этот период с утра, который есть, а не то, чтобы взять лопату, идти в огород свой, или пьянство, там еще что-то есть. Надо, знаете, проводить, я согласен с одной стороны, что это было в выходные дни, ну, а как их провести, чтобы были указаны, что все должны ходить в храм. И так люди не будут молиться, потому что он сказал, вот заставлять нас в храм, это вот тоже нельзя. А в храм не делается, человек заставляет, если он должен сам прийти, чтобы сам иметь тяга, своя была туда. Поэтому молитва помогает очень многому для тех, которые ее совершают, как полагается, со своими желаниями, со своими такими мыслями. Потому что, я уже говорю, как вот это, которое в Донбассе случилось с ним. Пособенно другие, которые военные, 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 военные войны. И такие я слышу, многие с ней встречают, которые есть. Молитва помогает очень много. Потом в Санкт-Петербурге доказали, что молитва, это очень много содержит человек, помогает человеку. Ну, а мы не знаем, пока нас не стукнут по голове, тогда не помню. Пока гром не грянет, мужики перекрестятся. Да, есть такая пословица. Есть у нас еще телефонный звонок. Алло, здравствуйте, давайте знакомиться, как вас зовут и ваш вопрос. Меня зовут Александр. Вопрос у меня по поводу парка Победы, часовни в парке Победы. Там много памятных камней, погибших при катастрофах, военных действиях. Эта часовня уже много лет не работает. Какая судьба, когда ты ее восстановишь? Подождите, какая часовня, я не помню даже. Это, наверное, парк Победы. Александра Невского, Дмитрия Донского и Георгия Победоносца она называется. Сразу трем святым послушаем. Как она работает? Она работает, извините. Только у меня там есть священник, есть настоятель. В парке Победы? Там одна часовня, так? Она работает. Там отец Виктор. Ну, я последний год не был, но в последнее время сколько раз попадал, она всегда была закрыта. Когда вы попадали? В Болиню она там может быть и закрыта быть, я не знаю. Я разберу, что да. Но там отец Виктор Сыромяткин, он настоятель сейчас там только. Пожалуйста. Владыка, может быть, стоит тогда объяснить, чем часовня отличается от храма? Потому что храм, он действительно работает в Болиню, не открыт. Нет, я понимаю, там храм-часовня, потому что там идет постоянно, после дня. Может быть, по воскресеньям только приходить. Да, вот приходите в воскресенье, там будут открыты. А я требую, чтобы будут почаще открыты. Если есть желающие, он мне говорит, что нет верующих, я один совершаю, без других еще. То есть по выходным, в воскресенье, например. Каждый воскресенье там срок совершалось. Всегда можно приходить. Всегда. Да, действительно, потому что в часовнях зачастую только один священник, да, и получается, ну, в понедельник какая литургия? Нет, так и понятно, что есть, но дело в том, что совершается литургия в часовне в парке Победы. Спасибо, Владыка, большое. Вот, кстати, насчет, может быть, кладбищенских часов, им тоже вот какой-то такой личный вопрос хотел задать. Тоже в родительский день открыты, а получается, в остальные дни, в будни тоже... Тоже плохо. Я ругаюсь батюшек, дело в том, что меня приводят себя на ругать. Я приехал даже сейчас, я в Шуботу Великую посещаю прихода. Пришел недалеко, два прихода друг от друга. Там один и тот же настоятель. И вот есть еще третий, тот подальше храм. А эти пришел, оба заховыва, храма закрыты. Они накладки закрыты, которые не накладки, которые тоже закрыты. Я спрашиваю, почему? Да вот некого было оставить, как там, даже какой-то священник. Да, тут помимо священника еще паства должна быть. Да, конечно, зависит от священника какой поп, такой и прихода. Будем надеяться, что приходы наши будут только увеличиваться. да, да. Вот и поэтому надо сейчас, конечно, зависеть, чем больше, потому что сейчас народ больше в храме стал, на самом деле. Святий Патриарх выступал, он говорил, что народ стал больше. У нас в соборе давно чувствуется, что у нас собор всегда почти полный. Ну и все соборы у нас, все храмы, что есть так. Все, я ощущаю это. Ну да, как раз вот Патриарх Московских Сея Руси Кирилл в Великую Субботу он отметил, что... Он посещал тоже храмы. Да, много стало людей в соборах. У нас в Омске также увеличивается сейчас? Увеличивается, увеличивается. Мы можем не так, как в Москве, увеличивается. Спасибо, Владыка. Следующий вопрос, да. Как правильно разместить дома иконы? В каком порядке? Говорят, что в центре главный образ должны быть Иисус Христос, Богородица и Троица. Так ли это и по какую сторону потом, например, иконы святых угодников размещать? Во всех сторон можно размещать. Надо поставить в уголок, который на востоке. На востоке уголок. Да, православие всегда молятся на востоке. А иконы остальные можно поставить на Троице, потому что есть и Бог, и Отец, и Бог, и Бог, и Бог, и Бог святый. А остальные как получается, лучше поставить. Зависит, как у нас уголочек. А потом святые, остальные поставить. Но не надо подумать, что чем больше икон, то больше благодати. Благодати не от этого зависит. Благодати зависит от состояния человека, как он молится, как он ценит все это. Из Аконечниковского района вопрос. Деревня Соловьевка Татьяна задает. Заказали таблички на памятнике, но не можем их отвезти из-за распутицы. Можно ли их держать дома? Так, а куда держать пока? Распутица пройдет? Сколько будет? Недель держаться, сколько будет? Само отвезти на кладбище. Ну, то есть заносить домой можно таки? Да почему нельзя? Можно, конечно. Есть у нас еще телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Сергей. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Владыка. Хотел такой задать вопрос. Мама у меня умерла. Ее в Миру Светлана звали. А по крещению, как я знаю, она говорит мне, Зоя, как мне в храме просить за кого? За Зою, как по крещению. У нас была Зоя крещена. По крещению Зоя, да. Да, Зоя просить, записать ее. Запишите ее на 40-го, отпевайте ее за очную. Не отпели за очную ее, нет? Ну, это когда уже было, два года назад. Надо каждый раз же приходить и просить за упокой. Да, за упокой. Ну, там бывает, можно писать на несколько лет даже сразу. Каждый день поминают. Не во всех храмах, в больших соборах. Все понял. Заходите, пожалуйста. Спасибо, Владыка. Да, у нас есть имя при крещении и именно вот эти записочки, которые мы пишем за Зоя. Ну, это плохо. У нас сейчас это есть. Раньше это такое не было у нас. Все христиане уже крещают, крещаются с детства. Вот, кстати, по поводу крещения, да, хотела найти, был у нас вопрос. Не лучше ли отложить крещение до того времени, когда ребенок сможет сам осознанно сказать, что он верит в Бога и попросит его крестить? Так, вы видите, это люди не знают священного писания, которое так спрашивает. Почему? Потому что так и полагалось, но поскольку стали умирать много детей, а Христос сказал, что аж никто не крестится водой и духом, что это не выйдет в Царство Небесное. Поэтому тогда вот апостолы еще установили, чтобы крестить детей. Молитые. Дети не то, что какие-то, для того, чтобы они наследовали Царство Небесное. Вот поэтому только их крестят маленькими. И потом берется крестный отец или крестная мать и вся девчонка. Так что это все нормально у нас. Спасибо, Владыка. Хотелось бы еще об одном событии рассказать, которое происходит в эту светлую седмицу. Из Омска в зону проведения специальной военной операции доставили 2000 пасхальных куличей. Выпечку отправил Народный фронт. Ароматную сдобу испекли на трех омских хлебозаводах и осветили прямо на предприятиях. О подробности в нашем сюжете. Обряд освещения в прямом эфире сотрудница хлебозавода Светлана Атамасова ведет трансляцию для родственников из Донецка. Связь периодически подводит, но кровные узы неразрывны. Это моя родная тетя, которая проживает в городе Донецке в Куйбышевском районе. В ее дом попадало несколько снарядов. Я хотела и сказала, что у нас батюшка пришел святить Пасхи, поэтому это захотелось. Потому что в церкви разбитые, не каждый может прийти и поставить свечку, посвятить и тому подобное. Но стараются люди купить свечки. Ну, в общем, короче, все традиции. Процесс окропления, хоть и на производстве, но по церковным канонам. Чаша со святой водой, облачение священников и каждый день не с чтением молитв. И спаси блаже души наша. Молитвы – обязательный ингредиент для пасхальной выпечки. Обычно для освящения праздничной снеди их зачитывают накануне Пасхи, в субботу. Но в этом году, чтобы успеть доставить ключи в зону СВО, священники сделали исключение. Были мысли о том, что можно было бы испечь прямо там, в каком-то местном хлебозаводе. Но сама идея была, чтобы это было Омский. Частичка нашей любви была, чтобы в этом куличе. С идеей поздравить таким образом верующих, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО, выступил епископ Тарский Тюкалинский Петр. Инициативу поддержал Народный фронт. Ароматную сдобу по спецзаказу приготовили три омских предприятия, где пекут хлеб. Обычно заводы конкурируют, но в деле помощи бойцам решили объединиться. Каждая фабрика сделала по 700 куличей. Поступила еще дополнительная заявка от епархии на куличи с длительным сроком хранения для специальной военной операции. Срок хранения кулича 21 сутки. Вес у него 200 грамм. Кулич очень вкусный. Пасхальные приветы из дома отправляют в именные омские подразделения. Вот в этих коробках упаковано более двух тысяч куличей, которые будут направлены нашим ребятам. Пасхальные весточки из дома бойцы получили в светлую седмицу. Выпечку на Донбасс доставил Народный фронт. Груз сопровождает священник Дмитрий Гришин. Он развозит ароматное угощение по подразделениям, причащает и исповедует всех желающих. Вместе с куличами в зону спецоперации прибыли медикаменты для медицинской роты ОМ, а также два УАЗа для омских десантников и 504-го танкового полка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот кое-где мы поставили уже кружки, но у меня съезда еще не было, потому что это был только в этот месяц вопрос был. И вот после Пасхи... То есть кружки в храмах как раз... В храмах будут поставлены везде для того, что есть. И собираются деньги, или мы отдаем в отдел московский, где там они просят, кто не совершает покупки, централизованно все. Там Нелюбля не попадет никуда. Или будем сами собирать, покупать и отправлять разными путями. У нас есть многие священники, которые очень добиваются. Я сам хотел туда поехать, но мы сказали, ты уже старый, нельзя туда поехать. Хотели туда поехать? Да, лучше, тебе нужно будет бирать, а ты бирать не сможешь. Они будут тихонько выходить. Ладно, поддерживать наших ребят. Да, ну еще так, что есть. Следующий вопрос. Можно ли беременным посещать церковь в дни больших праздников? Ходить на службу, к примеру, на крестные ходы? Почему? Можно ходить, только надо ей ходить в стороне. Чтобы никто ее не стукал случайно. А она только в целях безопасности? да, А так можно, почему? Даже нужно, чтобы ребенок развивался нормально, просить, чтобы Господь помог. Следующий вопрос. Объясните, пожалуйста, что значит, когда просят деньги дать на помин души? Ну, значит, поминать своих близких, которые ушли из этой жизни, наших близких, дать, чтобы поминать ваших близких. Например, дать на помин души. Потому что душа у нас нуждается. Тело пока находится в земле, когда будет всеобщее воскресенье, тогда будет объединяться. Тело и душа будут все одно целое. Так что, когда у вас будет общее воскресенье. Ну, а пока тело не знает, и потом мы многие не знаем, поэтому мы просим только для души. Ну, а то, знаете, душа и тело это одно целое, которое есть, созданное Богом. И поэтому есть это очень, это тоже даже с самого начала имеет, которое вот мы начали говорить в состоянии, допустим, врата рая. вот, потому что Бог создал человека, Бог создает есть дух, душа и тело. Поэтому, потом, когда он согрешил, уже тело уходит в землю, а дух, душа возвращается к Богу. Ну, или в воду. Потому что, ведь, даже когда Бог создал ангелов, ангелы были созданы до того, до того, как создали человека. И был самый высший ангел, а тот, не значит, другие ангелы, которые делали там какие-то дела, приходили кланять к Богу. А вот он только тут помнил, а почему все кланяются ему Богу, а мне никто не кланяется. Я же тоже большой. И вот он светлым стал черным и упал. И вот с того момента стал враг. Падший ангел, да? Падший ангел. Вот когда Господь создал человека, то он знает, что Бог любит себя больше человека, и он стал бороться против человека для того, чтобы делать неприятное Богу. потом идет эта борьба. А сатана не может работать. Даже вот он даже не знает, что человек, знаете, не надо бывать хуже, чем черный ангел. Вот однажды в одном монастыре один послушник, ну, лет 17-18 ему, великий пост, ему захотелось вкусить что-нибудь. Маша, ничего, в время посадок и обычае есть, в кельях ничего не, ни вода не кипят, я это ничего не делаю, в общем, ничего. Ничего нет, никакого огня нет в келье. А он нашел сырое яичко, ну, как его поясни, он не знал, что можно сырое повкусить, он взял спечку, зажеглась и начинает ее, эту, печь, у яйца, у спечки и все. А Сталис, я думаю, а где же мой послушник, он стал искать, куда-нибудь пришел, смотрит, вот за дверью стоит Сатана, удивленный, смотрит, как там инок хочет печь в противе яичко у свечи. Сталис говорит, Сатана, что искушаешь моего инока? Сталис, вот я его не искушаю, я у него учусь. Да, что можно, оказывается, сварить яйцо, да, с помощью свечки. Сатана не знает, потому что он это не знает. Сатана даже не знает наши мысли, когда мы о чем-то думаем, он не знает. А вот поэтому надо заставлять иногда, что мы как-то выражали свои мысли какими-то действиями, даже разговором, вот иногда начинаем сами говорить с тобой, что-то сказать вслух. Вот нас заставляет этот дух. Спасибо, Владыка. Еще один телезритель к нам дозвонился по номеру телефона 8 800 770 12. Здравствуйте, представляйтесь и задавайте свой вопрос. Здравствуйте, Христос Воскрес. Вообще, наоборот, у меня такой вопрос. Когда сейчас ставим памятники, куда девать крест, кресты, некоторые выкидывают, так некрасиво валяются, а куда вот их девать? А вы мне в прошлый раз спрашивали об этом, не забыли? Вы звонили в прошлую программу? Голоса просто похожи, нет, это другая телезрительница. Ну, куда, накладку там уже оставить, если некуда оставить, за памятник поставить его в землю, просто стоит, там ничего страшного. Крест уже небольшой такой, чтобы закрыть памятник. Я так и сказал в прошлый раз. Потому что куда выбрасывать крест нельзя, на металлолом давать его нельзя, а просто бросать там как не нужно тоже нельзя. Просто поставьте на кладбище, потому что иногда люди боятся, чтобы провести крест домой. Хотя у нас ничего плохого в этом нет. Так что оставьте на кладбище, чтобы не выбросить. Вот памятник стоит и за памятник поставьте его в панели, выкопайте в землю и все. Спасибо большое. Вы слышали, да? Да, 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 услышала телезрительница, просто голоса похожи. Ну и вопросы, да, действительно поступают, в том числе и прародительский день, потому что получается в этом году на 25-е число выпадает, и многие стараются в Радоницу посетить как раз кладбище и разделить вот эту радость Христову еще и с теми, кто ушел из наших близких уже в мир одной. Есть еще вот такой вопрос от Игоря у нас касается пасхального угощения. Владыка, разъясните, чем же кулич отличается от Пасхи? У нас в семье нет понимания. Например, кулич это делается из муки, а Пасха делается из творога. Вот это отличается. То есть Пасха это творог, а кулич это, по сути, такой праздничный хлеб. Да, праздничный хлеб, который украшается. Там написано «Христос воскресе» или еще что-нибудь. Вот это есть. То есть это хлеб. Из муки делается кулич. А Пасха делается из творога. Хорошо. Дозвонился к нам еще один телезритель. Алло, здравствуйте. Христос воскресе. Воистине воскресе. Воистине воскресе. Владыка, Владимир, хотела вопрос спросить. Алло. Давайте, давайте. Алло, дед Владыка Владимир, Христос воскресе. Воистине воскресе. Хотела спросить такой вопрос. На иконах всегда образ Иисуса Христа, Сына Божьего. А на иконах никогда нет образа самого Отца, Господа Бога. Это так на самом деле? Или все-таки на каких-то иконах есть Отец Иисуса Христа? Вот такой вопрос. Да, знаете, троица там есть Бога, Отец Бог, Сын и Бог Дух Святый. На иконах Святой Троицы. Вы видели иконы Святой Троицы? Они все молодые, потому что Бог не стареет, Бог молодой всегда. Правда, у нас в храмах, где которые храмы старинные, написано, что Бог Отец с такой бородой до коленей. В виде старца, да, иногда. Это в старой традиции было такое. Это просто фантазия человеческая. Он просто, Бог всегда, Он не стареет, Бог всегда молодой. Спасибо большое, Владыка. Ну, я знаю, что, по-моему, вот в Крестовоздвиженском как раз была такая икона, по крайней мере, раньше, что Бог Отец изображается в виде старца. Но, мне кажется, после Андрея Рублева, где все действительно молодые... Ну, я немножко... Были вот эти, я сейчас снимаю, Владыка Максим ставил, который был до Владыки Феодосии, он любил такие иконы под видом старца. Вот это такая старая традиция, можно сказать. Ну, что-то бывает. Следующий вопрос. Есть ли какие-то ограничения в пасхальные дни? Вот, про ограничения. Не уточняется по еде или по развлечениям. По развлечениям. Ну, вот, по развлечениям. Вот, не венчают в пасхальные дни, вот сейчас, в этой неделе. Только после Радоницы будут венчать. Вот. После Радоницы венчают? Да, после Радоницы венчают. А с чем это тоже связано, Владыка? Ну, потому что начинается уже жизнь такая плотская, чтобы не начинать в эти святые дни. Потому что, как это, что, молодые, он просто не знает, а все может быть. Чтобы не было воздействия на ребенка. Потому что, могут быть воздействия на ребенка. Почему так много детей рождаются больными? Потому что они начинают то в пост, то еще куда-то. А это нельзя. Спасибо. Следующий вопрос тоже без подписи. К сожалению, услышала недавно, что на канон в церковь в пасхальные дни нужно приносить еду. Правда ли это? И что конкретно приносить? Ну, я не знаю, для чего, для кому приносить еду? На канон написано. На канон. Нет, нет, я понимаю, канон. Когда поют канон, это канон. Повезу всегда каждый день поесть канон. Но для чего, для кому приносить еду? Если ты хочешь сделать мелочную, то дай где-то, где хочешь, видишь человека. Покорми его. Ну, то есть, такой обязательной традиции. Да нет, я не знаю такой традиции даже. Выпал у меня из рук планшет. Это значит, что время телефонного звонка. Алло, здравствуйте. Представьтесь, ваш вопрос задавайте. Здравствуйте. Меня зовут Надежда. Христос воскресе. Два и сел. Здравствуйте, Надежда. Владыка, я хотела спросить, можно ли становиться крестной у троих детей из одной семьи? А почему можно? Можно? Конечно. Спасибо большое. Нет проблем, пожалуйста. От Татьяны следующий вопрос. Владыка задам. Что у вас вызывает радость? Ну, когда у людей все в порядке, вот они довольны, что-то, вот мне радость за них. Когда, ну, все спокойно, вот кругом, что-то, тоже радость. Так что я, мне почти всегда радость, но когда я прихожу в храм, я ощущаю какую-то радость. Когда люди ведут себя плохо, то, конечно, радость не является, но все равно, потом, как они мерятся между собой, я тоже радуюсь. Так что радость, это, мне больше всего радость на душе. И молитва вызывает особую радость, которая есть, потому что молитва это особый дар Божий. Следующий вопрос от Натальи. Почему на Пасху свечи разноцветные? Ну, потому что на Пасху красные мы поем, вот красные, поэтому разноцветные. Делают сначала красные светочки, ну, а желтые и так, или вот эти, которые восковые. это обычные, да, а потом стали делать по-другому, как на красные яйца там сейчас, и желтые, и синие, и зеленые, и все, что есть. Поэтому, разноцветные, это вот так уже наша привычка к этому. Так что ничего. Следующий вопрос. Правда ли, что благодатный огонь не обжигает? Ну, это первые две-три минуты только не обжигает, потому что я там, когда я был один раз, все было. Вы присутствовали, при схождении? да, да. Расскажите об этом, интересно. Было всего вот две-три минуты, да, и он попадает на ружье, и не ждет. Прямо вот. У меня другие, Владимир Иванович, который я понял, он был совершенно не верующий человеку, а сейчас он глубоко верующий человеку, вы знаете, он не присещается, он такая вера у него, крепкая. И он тоже, потому что он каждый год, вот пока его, дает Господе ему здоровье, он каждый год нам приводит благодатный огонь. Ну, а сейчас один из ученых, я не помню, не изучил этот вопрос, он доказал, что этот, благодатный огонь имеет божественное происхождение. Так что это все правда, потому что были многие хитрецы, которые даже и следили документ, что огонь, это просто выдумка человека, какого-то патриарха там было. Ну, а то, научно доказал, что это имеет божественную благодать. Спасибо, Владыка. Еще один телезритель успевает ворваться к нам в прямой эфир посредством телефонной связи. Алло, здравствуйте, как вас зовут и ваш вопрос? Здравствуйте, меня зовут Регина, Христос Воскресе. Владыка, Владыка. У нас в советском микрорайоне нефтяники возле молодоженов, есть парк молодоженов, там строят церковь. Вот, никак ее не могут достроить. Скажите, пожалуйста, когда ее смогут достроить? Подождите, это церковь, которая в молодежном парке? Да, это Петра и Феврония. Я собираюсь ее освещать, не помню, когда 27-го и 20-го июня, что ли, хочется освещать ее уже. Потому что благодетеля, который там строит, он его день рождения. А он хочет свой день рождения? Нет, я хочу, не то, что он хочет, я хочу. Но там действительно стены стоят давно, купол стоит. сейчас делается, очень много делается, все будет. И внутренняя отделка, наверное, параллельная отделка. А, да, 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 да. Но если нет, то посмотрим, построим на празднование этого, Андрея, как это он праздновал. Ну, храм Петра и Февронии называется? Ну, в честь, когда будет Петра и Феврония праздновать, тогда и будем. Ну, вообще, у них, по-моему, получается день памяти 8 июля. Ну, если в июне, то тоже, мне кажется. В июне будем освящать. Ну, все, тогда летом будем ждать освящения, я тоже с нетерпением жду, потому что храмов у нас в нефтяниках не так много, и я думаю, скверами молодоженов, это, ну, такое... А я всем благословляю, всем благословляю венчаться. Там в основном венчание будет. Даже светским людям, которые есть, я им благословляю венчаться. Венчан, нет, не венчан. Плохо. Вот, от Тамары еще вопрос успею задать. Приближается родительский день, Владыка, что, надо ли читать какие-то молитвы перед входом на кладбище? Или просто перекреститься? Ну, просто перекреститься, молиться, какие молитвы сейчас, когда входят на кладбище. Молиться за, вспоминать тех, братья, которые лежат, братья, все вспоминают, молиться за них, за всех, и за тех, которые знают, и за тех, которые не знают. Все ждут наши молитвы. Они за нас могут молиться, а мы за них, а за себя не могут. Поэтому мы должны за них молиться. Спасибо. Ну, пришло время окончания нашей передачи. По традиции, Владыка, прошу благословить наших телезрителей, поздравить с Пасхой, с праздником, праздников, торжеств. Ну, вы знаете, действительно, это наша встреча с Пасхой впала на Пасхальную седьминницу. Я хочу вас всех поздравить с праздником воскресения нашего Господа Иисуса Христа, потому что нет радости больше, о воскресении Господа. Потому что раз воскреснет Господь, и мы воскреснем. Я в этом уверен, потому что все, что делается в мире, делается все правильно. Потому что мы часто сбивались с толку. Были люди, которые нам мешали, чтобы быть верующими, стать верующими, чтобы не молиться. Но видите, потом все сейчас, как я чувствую, вот в этом веке, в прошлый век были одни традиции, а сейчас другие уже меняются. Так что у Бога ничего так мимо не проходит. Он что делает для нас, для того, чтобы мы жили вместе с Ним и попали в раю. Поэтому, что я хочу вас поздравить с этим, с нашим жизнерадостным воскресением нашего Господа. Господа продать вам мира, счастья, благополучия. И дай Бог, чтобы вы всегда в ваших сердцах были только вспоминания почаще, чтобы Господь наш воскрес, он будет нам всегда помогать, нам ведет. И он помогает нам. Нет времени, чтобы он не помогал. Когда человек обращается к Богу, он всегда помогает. Но мы должны, вы знаете, как мы идем по улице, чаще вспомнить, Господь, Иисус Христос, и Божий, помилуй меня грешного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Святые ангели-хранители мои, моли Бога обо мне. Потому что тогда молитва ангела-хранителя поможет еще тем, что он молится. Потому что помогает только Бог. Святые не помогают, они молятся за нас, они просят за нас. Поэтому Бог нам помогает всегда, когда много святых за нас может. Поэтому мы можем молиться любому святому. Поэтому я вас поздравляю с воскресеньем Христовым. Желаю вам мира, счастья, благополучия. И храни вас, Господи, в добром здравии. Спасибо вас, Господи. Спасибо, Господи, Владыка. Ну, а я хотела бы телезрителям сообщить, что в мае у нас будет небольшой перерыв. Тоже мы должны отдыхать иногда. Вот, пускай идет программа. Ну, а в июне снова встретимся с вами. Напоминаю, это была программа «Благовец. Слово пастыря. Дай Бог здоровья вам, вашим семьям. И, конечно же, Христос воскресе». А, Христос воскресе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова